Странный тандем. На место предполагаемой смертельной трагедии Кстовская полиция выезжает вместе с представителями коммерческого ритуального агентства. С этой особенностью мы столкнулись во время съемок репортажа об утонувшем в Кстовском районе рыбаке. 68-летний Владимир Никитин ушел на рыбалку и пропал. Его машины и вещи были обнаружены около озера в Поднове. Тела нигде нет. И туда были вызваны полиция и спасатели. Было непонятно вообще жив он или погиб. Тела-то нет. Но почему-то вместе с представителями государственных силовых структур на место прибыли и представители коммерческого ритуального агентства. А как вы здесь вообще оказались? Я не имею права вам давать никакую информацию. Вы понимаете? Тела еще не наедена, а вы уже здесь. А заранее приезжаете? Я не имею права вам давать никакую информацию. Кто вам сообщает об этом? Вот водолазы только приехали работать, а вы уже здесь. В данный момент нас наверху встретил сотрудник полиции, еще соответственно сопровождающим. И они сели к нам в машину, мы соответственно их довезли. То есть они сели в машину, показать нам куда именно. Куда ехали, да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вы как сюда привезли сотрудника похоронного агентства? Машину откройте нельзя, чтобы... Вы скажите... На каком основании вы сейчас открываете машину? Так это не ваша машина. Закройте машину. Вы сотрудник полиции же? Вы что делаете-то? Я не понимаю. Закройте машину. Сотрудник полиции? А вы зачем сюда ритуальщика привезли? На каком основании задаете мне такие вопросы? Я, вот, руководитель на полицию, Луи Михаил Алексеевич. От комментариев отказываю. Отлично. А вы сюда ритуальщиков зачем привезли? Кто не привозил ритуальщиков? Правда? Вместе работаете? К теме оперативных ритуальщиков мы еще вернемся. Сейчас о сути произошедшего. Житель Афонина Владимир Никитин очень любил рыбалку. И хотя лед еще не прочный, он отправился рыбачить по первому льду на озеро рядом со своей деревней. Это мой супруг Никитин Владимир Николаевич. Пошел на рыбалку и не вернулся. Такого уж азарта нет. Я говорю, он иногда и без рыбы, без ничего возвращался. Ну, вот, ему нравилось вот это вот наблюдать за поплавком, как он дергается, сидеть, дышать воздухом. Под ним лед провалился. Даже говорит, ну, лодка в одной стороне была, рыба разбросана, это в одной стороне. Он лодку брал не для плавания, а для сохранения жизни. Она так не получилась. Сложнение этими водорослями. Он, наверное, барахтался, еще больше запутывался в водорослях и не смог выбраться. А у него еще астма, и видно, у него был спазм легких, когда он в холодную воду попал. И силу его покинули. Этот репортаж мы снимали в течение двух дней. Вчера, после обеда, на озеро прибыли водолазы, искали вчера не до темноты. Поиски продолжались и сегодня днем, но тело так и не нашли. Помогли волонтеры-поисковики. Оказалось, что Владимир Никитин сам сумел выбраться из озера и замерз на берегу. Его тело нашли сегодня в середине дня. Просто прочесывали местность. Все возможные варианты. Ходили, куда он мог пойти. Чисто случайно проходили по береговой. Сначала обошли все дороги, может, подумали, куда он выйдет. А потом начали обходить береговую линию вот этого пруда. И, собственно, нашли. Предположить могу, что да, начал тонуть, скинул с себя куртку, потому что, я так понимаю, куртку нашли в воде. Ну и до ближайшего берега вылез. И все, видимо. У него же вроде машина вот здесь припаркованная стоит. Да? Ну а, я так понимаю, в состоянии шока. Там голова-то не сильно соображает, куда идти. Лишь бы куда-нибудь выгрести. Но что касается оперативности работы ритуальщиков в Кстове, которые появляются на месте трагедии раньше всех, то подобные вещи там случаются регулярно. Например, летом, когда из озера был извлечен утонувший, еще до приезда родственников, которых полиция вызвала на опознание, на месте каким-то образом оказались представители ритуальной конторы. Сами ритуальщики секреты своей оперативности не выдают. Руками надо трогать. За разрешение руководства вы ничего снимать не будете. Вот вы руками не трогайте наши это. Я отодвигаю. Вам никто разрешение не давал. Это уголок потребителя. Вам никто разрешение не давал. Выйдите, пожалуйста. Напомню, что год назад в Павлове разразился полицейский ритуальный скандал. Несколько сотрудников местного отдела полиции были уличены в том, что продавали данные погибших людей ритуальным агентством. Полицейских уволили, начальник отдела подал в отставку. Информация стоила от 3 до 30 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье превышения должностных полномочий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова